Это новости на канале Энск 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Спор вокруг Универсама. Директор Универсама встретился с общественностью и показал примерные планы переустройства территорий на улице Ленина. Как прошла встреча? Технологии не под санкциями. В Конструкторско-технологическом институте научного приборостроения инвестируют в новое оборудование и решают сложные производственные задачи. Продукции ученых используются на заводах города и для строительства скифа. Сверчки пища будущего. Новосибирские стартаперы готовятся перейти к производству муки сверчков. Из-за высокой скорости размножения этих членистоногих и высокого содержания в них белка, некоторые ученые называют их едой будущего. А теперь подробнее об этих и других событиях. Всемирный день борьбы против рака отметят в субботу, 4 февраля. Цель этого мероприятия – повышение осведомленности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого недуга. В преддверии этого Международного дня Новосибирский онкобольный и депутат Горсовета провели встречу с представителями профильных ведомств и медучреждений, на которые обсудили возможности оказания дополнительной помощи таким людям. Подробности узнал Василий Акимов. Во всем мире 4 февраля отмечают День борьбы с раком – дату, посвященную важнейшей проблеме современности. Организаторы события добиваются того, чтобы каждый человек имел равный доступ к возможностям диагностики и лечения онкологии. А еще всегда мог получить различную помощь, в том числе консультационную и психологическую. Эти вопросы обсудили в нашем городе на круглом столе, приуроченном к международному дню. Мы в рамках рабочего совещания хотим позадать вопросы, которые поступают в общественную приемную депутатскую и общественникам со стороны онковыздоравливающих. Таких вопросов очень много, и нужно это мероприятие, прежде всего, рабочее, создано для того, чтобы оперативно те или иные вопросы, те или иные проблемы решать. Сегодня как раз-таки встреча для того, чтобы упростить путь принятия решения об обращении к специалисту. Очень часто онкобольные люди стесняются своего заболевания. Именно поэтому они попросили представителей СМИ не снимать их во время круглого стола, да и от комментариев решили воздержаться. Поручив эту роль депутату горсовета Игорю Титаренко, который в меру своих депутатских полномочий оказывает таким людям посильную помощь. Если человеку куда-то неудобно идти или у него есть какие-то сложности определенные, он может прийти в общественную приемную. Мы для этого рабочее совещание сделали, для того, чтобы сегодня выяснить те все позиции, куда сразу идти, как обратиться, куда позвонить. Потому что, еще раз повторюсь, зачастую просто люди не знают, куда обратиться. По самым врачи, злокачественные образования являются второй по частоте причиной смертности. Патология развивается бессимптомно и нередко бывает обнаружена только на поздних стадиях. Тем не менее, во многих случаях предотвратить болезнь можно на ранних этапах при своевременной диагностике. Медицинское сообщество и активисты борются за то, чтобы вывести борьбу с болезнью на новый уровень, приучить людей внимательнее относиться к своему здоровью и предоставить современные способы предотвращения и лечения онкологии. И немалую роль в решении этих вопросов играют в том числе такие круглые столы, на которых можно обсудить существующие проблемы и выработать пути их решения. Мы продолжаем следить за развитием ситуации, которая возникла между руководством торгового предприятия «Универсам» и общественностью Новосибирска. Проблема конфликта заключается в намерении собственников построить на этом месте высотные жилые дома. О встрече конфликтующих сторон расскажем в нашем сюжете. Протесты по поводу строительства новых жилых зданий в центре города, так называемой точечной застройки, все не утихают. На этот раз камнем преткновения стал «Универсам», собственники которого планируют построить на его месте высотное здание. В мэрии прошло заседание комиссии по перезонированию земельного участка, на котором было предложено вынести этот вопрос на общественное обсуждение в январе, чтобы в марте горсовет смог утвердить это решение. В 2017 году этот же собственник заказал проект реконструкции «Универсама» со сносом пассажа и там постройки шестиэтажного корпуса, для того, чтобы иметь площади для сдачи в аренду. Новое, то, что предлагается, это еще в 10, в 20, в 30 раз более не соответствует тем требованиям, которые я вот обосновал здесь тот, кто должен давать разрешение. Руководитель «Универсама» по его словам пришел на встречу, чтобы всех успокоить и заверить в том, что пока разрешения и проекта нет, и неизвестно, когда будет. Честно говоря, я уже давал интервью и не очень понимаю, из-за чего, собственно говоря, весь СРБО. Правда, непонятно. Значит, на сегодняшний день нет ни проекта, есть только концепция, есть, так сказать, какие-то контуры, предложения, которые еще надо будет внимательно думать, анализировать, обсуждать и вообще просчитывать. Представленная так называемая предконцепция предполагаемого проекта архитектурного бюро «Артега», собравшихся общественников, мягко говоря, не воодушевило. Кто-то даже поставил под сомнение компетентность авторов. В каком году Новосибирск основан? Сколько лет исполняется в этом году Новосибирск? Вы путались в веках. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы отнесли «Универсал» к памятникам конструктивизма. Мы хотели бы вообще общаться с компетентными людьми. Вы архитектор. Вы сказали о фантазии. Вы знаете, несколько это нас задевает, потому что за вашими фантазиями судьбы людей. Собравшиеся еще раз напомнили Алексею Крупу о нагрузке на инфраструктуру этого района. Новые дома, построенные на улицах революции Урицкого, уже внесли существенный дисбаланс. Вы говорите, что вы сделаете подземные парковки, а вы не думаете, что провалятся соседние дома в ваши эти парковки трехэтажные? Вы об этом не думаете? Что вы уберете с площади Ленина, с улицы Урицкого эти машины? Что вы там, где они там разместятся? 500 ваших, 700 ваших квартир этих машин и еще наши там разместятся? Кульминацией встречи стало чтение постановления архитектурной инспекции в отказе строительства. Согласно закону 73, вот такого-то требования строительных работ, проектом документации должна быть согласована, потому что все пришелся разговор, с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирского областа. Мотыга. Это не сделано и поэтому никакого разрешения на строительство он не дал. Как и следовало ожидать, защитников строительства среди жителей района и общественности не нашлось и вряд ли найдутся в будущем. Как будет складываться эта непростая ситуация, расскажем в наших следующих сюжетах. Конструкторско-технологический институт научного приборостроения «Саран» владеет уникальными компетенциями и собственной производственной базой. И неудивительно, что этой организации доверили изготавливать приборы для исследователей и оборудования для Центра коллективного пользования «Скиф». Также институт принимает участие в создании одной из станций сибирского кольцевого источника фотонов. В институте научного приборостроения гордятся тем, что у них есть собственный цех опытного производства, в котором можно делать механическую обработку на различных станках, термообработку и гальванику, а также наносить полимерное покрытие. То есть в этой организации разрабатывают, к примеру, какой-то прибор, изготавливают его, а после внедряют на производство заказчика. Участвует институт и в создании «Скифа». Наш институт делает шесть фронтендов и является интегратором одной пользовательской станции. Также еще у нас есть в планах делать и другое оборудование для других станций, где интеграторами являются другие организации. Вот это у нас сейчас крупнейший проект, но это не секрет, это всем сумма известная, поскольку это было на открытых площадках, то есть суммарно это более полутора миллиардов рублей. Для того, чтобы выполнить этот поистиде крупный заказ, институт экстренно взялся за переоснащение своего производства. Уже скоро здесь смонтируют ультразвуковые ванны, вакуумную печь и многое другое для изготовления деталей особой чистоты. Для «Скифа» у нас производится вся мехобработка, вся полностью, полностью. Это стойки, вся деталировка. После этого сейчас мы подготовили специальную комнату для деталей ОСЧ. Это детали особой чистоты. Туда уже закуплено оборудование. Вот только переоборудование ведется на собственные средства, что несколько тормозит этот процесс, отмечает в руководстве института. Институт является институтом второго порядка, и поэтому прямых субсидий от федерального министерства он не получает, и в этом на самом деле сложность. То есть институт вынужден самостоятельно искать на рынке деньги у крупнейших заказчиков. Но здесь плюс в том, что в институте есть уникальные компетенции для оптической промышленности, для космоса. Они работают с СС Решетнева, с ТВЭЛом. В этой лаборатории сотрудники института разрабатывают и внедряют оптические бесконтактные методы и промышленные приборы контроля над формой и геометрией различных изделий. Здесь вот у нас установка, в которой у нас три оптических метода представлены. Здесь это телевизионный метод контроля, теневой метод контроля и метод структурного освещения. То есть данными методами позволяется именно быстро померить форму объекта, его полностью геометрию, параметры и дополнительные какие-то неплоскостность, непараллельность и прочее. Оборудование, работа которого основана на таких технологиях, интересно Новосибирскому заводу химконцентратов и другим крупным сибирским предприятиям на постоянной основе. Да и со СКИФом сотрудничество продлится несколько лет. Так что дефицита в работе у сотрудников Конструкторско-технологического института научного приборостроения пока не предвидится. Остановка общественного транспорта, испытывающая горожан на прочность. Таких объектов немало в нашем городе. Некоторые из них носят название остановочного пункта чисто номинально. Их наличие обозначено лишь табличками на столбах. Как так получилось и почему многолетняя борьба активистов за право ожидать автобус или маршрутку в комфортных условиях зачастую не приводит к успеху, узнаете из нашего следующего сюжета. Эта остановка общественного транспорта находится почти в центре нашего города, напротив торгово-развлекательного центра «Аура». По словам местных жителей, до 2016 года здесь находился остановочный павильон. Однако он исчез вместе с торговым ларьком. Остановка стояла сопряженно с киоском. И это все убрали. И киоск вместе соединены, сварены, приварены. Прям остановку убрали, киоску убрали. Ну, я писал, что вполне возможно, что была команда, что убрать киоски все. Ну, так подготовьте остановочный павильон тогда, потом уберите и поставьте сразу новый. В хорошую погоду особых претензий у пассажиров не возникает. Однако при непогоде и зимой, и летом ожидание автобуса превращается в настоящее испытание. И вот все с детьми, пожилые люди вот так вот стоят на открытом ветру, на дожде, на снегу. В 2017 году Владимир впервые написал жалобу в общественную приемную мэра. С тех пор в своей переписке дошел уже до администрации президента. Однако остановку так и не оборудовали. Каждый год обещали, что на следующий год все мы включим в план. В конце концов уже все, что будет рассмотрено в 2021 году, ну вот все документы. И в конце концов в 2022 в конце года приходит, что нет вашей остановки опять в плане на установку павильона. Ну вот не знаю, как лицемерие этих чиновников понять, я больше никак не могу назвать. Остановки бывают разными, в основном вполне ухоженными и даже удобными для горожан. Более того, в городе действует целая программа по установке умных остановок, на которые тратятся десятки миллионов бюджетных средств. Однако и таких остановочных пунктов, как напротив Ауры, в городе все еще много. Причем их стало еще больше после того, как из города убрали многие торговые павильоны. Разумеется, большинство владельцев вывезли все свои сооружения вместе со всеми навесами. И получилось, что хотели как лучше, а вот вышло не очень хорошо. Насекомые как источник вкусной и питательной пищи на столах у сибиряков. В Новосибирске разворачивается промышленное производство муки и сверчков, которую некоторые эксперты называют едой будущего. Кого будут кормить сверчками и с какими трудностями пришлось столкнуться с создателем инновационного предприятия, расскажем в следующем сюжете. По словам ученых, сверчки – это настоящий кладезь белка и аминокислот. Конечно, шашлык или барбекю из них вряд ли получится. А мука из сверчков пользуется большим спросом. Ведь, по сути, это членистоногие, к которым относятся и креветки, считающиеся деликатесом. Неудивительно, что предприниматели из Новосибирска заинтересовались созданием сверчковой фермы в нашем городе. Вообще, сама идея возникла где-то полтора года назад. Можно сказать, что это было случайно. Я просто сменил ее деятельность, искал нечто новое. Пал случайно совершенно в команду технопарка. И на тот момент вообще не было опыта с насекомыми. Просто специфику своей деятельности в предыдущей работе я знал, что это достаточно актуальная вещь. Муку из сверчков уже сегодня широко используют в пищевой промышленности. Говорят, что белок в сверчковой муке стабильнее, чем в говядине. Поэтому найти ее можно и в котлетах, и в макаронах, и даже в различных коктейлях. Рынок этот даже по оценкам наших экспертов в рамках национально-технологической инициативы, этот рынок у нас с 2020 года по 2035 он вырастет в 22 раза. То есть с одного до 22 миллиардов долларов. Это один из самых быстро растущих рынков сейчас в сегменте фуднета. Хотя это предприятие и первое в нашей стране, но интерес уже есть и в России. И, конечно же, за рубежом, что внушает основателям сверчковой фермы некоторую уверенность в успехе своего бизнес-проекта. Хотя и риски при этом учитывают. Как и любой стартап, это большие риски обанкротиться. Это совершенно новая область. Нигде в мире сейчас нет какой-то единой устойчивой технологии, которые можно взять, купить и масштабировать. И каждый человек, который решает этим заниматься, он вынужден все эти проблемы решать самостоятельно. Естественно, тут есть множество рисков. Для производства одного килограмма смеси требуется три килограмма насекомых. Так что для промышленного производства требуются сотни тысяч и миллионы таких существ, для которых надо поддерживать определенную температуру воздуха и влажность. Так что простым занятием разведение сверчков точно не назовешь. По словам сотрудников предприятия, многие вещи пришлось узнавать методом проб и ошибок. Ведь во всем мире всего несколько сверчковых ферм такого масштаба, как у нас в городе. И уже вскоре их продукция должна появиться на полках новосибирских магазинов. Кстати, говорят, что хлеб из сверчковой муки по вкусу очень похож на обычный, из цельнозерновой муки с добавлением семечек. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.